Современные технологии продолжают работать на благо человечества. С каждым годом открывается все больше новых возможностей для коммуникации и обучения. Просветительский марафон российского общества знаний объединил между собой тысячи людей со всех уголков страны. На марафоне наставники и молодежь сплотились вокруг идеи лидерства нашей страны в мировом масштабе. Чтобы сделать марафон еще доступнее и ближе к молодежи, были оборудованы фан-зоны с большими экранами и удобными посадочными местами. Это очень крутая возможность для абсолютно всех людей вступить в прямой диалог с известными деятелями науки, искусства, культуры, политики и получить ответы на интересующие вопросы. Технологии, которые используются при проведении этого марафона, в первую очередь дистанционного общения, можно использовать абсолютно во всех отраслях нашей жизни. Обсуждалось все. От творчества до биоинженерии. За три дня на площадках марафона состоялось 120 разноплановых мероприятий. Это интерактивные лекции, лекции-экскурсии, мастер-классы, дискуссии и многое другое. Просветительский марафон проходил в Москве, Санкт-Петербурге, на Камчатке, в Нижнем Новгороде и в Луганской Народной Республике. Площадки марафона и его фан-зоны по всей России, которые были организованы впервые, объединили более 10 тысяч человек. Те вопросы, которые задавали наши коллеги, которые находятся сегодня в московских студиях, они, конечно, зачастую очень совпадали с нашими вопросами и ответы были для нас новыми. Мы не только учимся учиться, мы не только учимся задавать вопросы, мы учимся делать выводы из ответов полученных. И самое главное, то, что сегодня мы смогли реализовать этот проект и увидели огромный интерес со стороны студенческой аудитории. В Самарской области прямые трансляции в этом году были организованы на университетских площадках. Более 10 вузов присоединились к федеральному марафону. По итогу марафона молодые люди отметили, что диалог с успешными опытными наставниками был действительно полезен. Многие поняли, как нужно действовать, чтобы запустить новый проект, собрать эффективную команду или хотя бы лучше учиться. Данный проект, он же направлен на повышение знаний, на просто даже, можно с кем-то познакомиться, узнать новое. Это все полезно, особенно в дальнейшем жизни. Александра Гусева, Николай Сидоров. События. Спасибо. 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 Спасибо.